Поиск машинки – это боль каждого мастера. Тот самый аппарат, который поможет делать идеальные волоски, растушевки, будет удобен в руке и не будет ломаться. Не знаю, какие еще бывают запросы у мастеров. Я нахожусь в поиске машинки, как и все. Сколько лет работаю, столько ищу. И наблюдая за многими мастерами, я пробую, конечно, машинки. У меня лежит на складе Biotec, NPM, много дорогих машинок, много дешевых машинок, средней цены. Долгое время я работала на Cheyenne. Мне неудобно, все равно хорошая машинка, но неудобно лежит в руке, прям неудобно работать. И недавно я, наблюдая за очень классным мастером из Эстонии Оксаной Мартыненко, заинтересовалась машинкой, которой она работает, потому что на вид в руке она сидит отлично. И большой плюс того, что у тебя есть публичность и свой YouTube-канал очень активный – это то, что прошла неделя, с тех пор, как я заинтересовалась аппаратом, и он уже был у меня. Сразу хочу сказать, что этот отзыв не проплачен, никто не просил меня даже его оставлять. Просто я, как потребитель, оказалась очень довольна, мои ожидания были даже превышены. Я какое-то время после того, как нашла этих производителей, их в Инстаграме, наблюдала за их работой. Я увидела, что это действительно производство. Не то, чтобы кто-то поехал в Китай и брендует, шлепает свое имя на машинку. Нет, это производство очень серьезное, начиная с того, что там такие металлические какие-то брусья, машины, аппараты, пигменты. Машинки эти полностью производятся в США. Как и для всех, я думаю, для меня это тоже как бы знак качества сразу. Не знаю почему. Я начала искать эту машинку просто в России, чтобы купить ее, чтобы попробовать. Не нашла. Их не продают в России, нет ни одного дилера, ни их, ни их Игл. И мне пришлось с ними связаться напрямую и спросить, где я могу приобрести эти аппараты, может быть, прямо у них. И они выслали мне этот аппарат на тест. Просто прислали его мне бесплатно. Я хочу обратиться к производителям этого аппарата. Мой аппарат называется Билар. И сказать им спасибо за то, что они прислали мне на пробу машинку. И второе спасибо за то, что она мне понравилась. Ко мне пришла картонная коробка. Ее я брать не стала. Просто вот покажу сам аппарат. Пришел он ко мне вот в такой коробочке. Внутри еще одна коробочка. Коробочка прям... У меня машина отделана таким деревом. Когда ее открываешь, в ней лежит машинка и лежит еще один... Одна часть, одна деталь. Вот это вот, наверное, надо отрезать. Я вообще ее еще не снимала. Короче, это держатель. Эта часть полностью металлическая. Ее можно стерилизовать и при желании она снимается легко. И вот это эргономический держак. То есть, его, в принципе, гораздо удобнее держать. Ну, как считается некоторым мастерам. То есть, он вот в этой части утолщается. Но я работаю вот этой тонкой частью. Она мне нравится. Чем мне понравилась эта машинка сразу? Во-первых, она действительно очень легкая. Она весит, по ощущениям, меньше 100 грамм. И она очень удобна для руки. Я долгое время работала аппаратами Cheyenne. И хоть я и выбрала в нем переходник более тонкий, более удобный для руки, вот эта вот Г-образная часть, которая перевешивает назад руку, во время штриховки не очень удобно. На волосках еще более-менее терпимо. Но, в общем и целом, этот аппарат гораздо более неудобен для руки, чем вот этот. Вот этот прям, по моим ощущениям, для руки женщины прям идеален. С этим переходником я еще не работала. Но с подобными я работала на других аппаратах. Это, в принципе, тоже удобно. Просто надо ко всему привыкать. Мне пришли иглы разных конфигураций, совершенно разных. Но так как я работаю единичками, я пока что балдею от единичек 0,2. То есть 0,20. Это самые тонкие иглы, которыми я работала. На самом деле, до сих пор у меня самые тонкие были 0,25 квадроны. Кстати, к этому аппарату подходят и квадроны тоже. Вообще, в принципе, все самые распространенные виды картриджей. Так как мне прислали картриджи, и это совершенно бесплатно, я просто не могу не показать вам, как это работает. Хотя мне очень жалко тратить. Я их действительно прям полюбила. Очень классно работает. Как и во всех аппаратах, они вставляются. Очень тонкий носик. Как показывает моя личная практика, я относительно недавно перепробовала огромное количество модулей в поисках такой идеально настроенной иглы, чтобы она не дребезжала. Потому что я люблю рисовать волоски и, в принципе, когда игла стоит идеально и не вибрирует, поливает пигментом меньше и работать гораздо проще и быстрее. И вот у этих модулей, конечно, игла настроена идеально. Так, также в комплекте к этому аппарату мне прислали шнуры. Их два. Один вот я еще не открывала. Второй подключен. Лежит у меня, ждет. Ну, про запас, видимо. Но сделаны шнуры вполне качественно на вид. Шнуры тонкие, мягкие, невесомые. В принципе, никак не оттягивают назад руку, когда ты работаешь. И вставляются, ну, все просто, легко. То есть аппарат, знаете, как у меня лежит на складе аппарат NPM, в который шнур встроен в ручку. И буквально на пятой процедуре у меня вот это место начало барахлить. И я вижу, многие мастера работают вот таким образом, чтобы шнур шел идеально вверх и не изламывался вот в этой части. А второй минус, что если ты хочешь разобрать и простерилизовать, всю ее помыть, то ты не можешь. Шнур встроен и шнур не металлический. Как бы его никак не обработать. Ну, ладно. И работает этот аппарат на вольтаже примерно 5,4. Это максимальная скорость, на которой стоит работать. Я проконсультировалась и спросила также у Оксаны, она подтвердила. И на этой скорости, сейчас самое прикольное будет, ее не слышно. То есть иногда я такая, я ее выключила или нет во время работы, ее реально не слышно, звука практически нет. Вот это весь звук я прямо сейчас близко-близко к микрофону поднесла. То есть я реально пальцами едва ощущаю ее вибрацию. Ее нету тоже. Ну, как бы я понимаю, что машинка работает. Но звука нету, какой-то шепот. И я сейчас покажу для сравнения. Это тоже очень хорошая машинка, ей работало долго и она мне нравится, что другой совершенно звук. И даже на такой скорости на 5,4 никто не работает. На шее они все работают. Ну и я в том числе на растушевке это где-то 6,5. Звук уже совершенно другой. И на волосках это где-то 8,5-9, а то иногда и на 11 работала. Подчислить и разницу. То есть она реально гораздо громче. Но вибрация не ощущается, потому что вся вибрация сосредоточена в корпусе. В руке вибрации нету. Но вот такая разница в звуке. И я, наверное, впервые услышала, когда работала, вот эти вот как игла втыкается и царапает кожу. Вот этот звук сам стал такой прям очень слышный во время работы. Я, конечно, покажу, как она работает на латексе. Хоть я уже довольно долгое время работаю ей на коже и делала все, в принципе, процедуры, какие возможно. Кстати, вот вылет регулируется, ну как обычно, вот в этой части. Вылет иглы, ну миллиметра чуть-чуть примерно. Чуть больше миллиметра. То есть вот слышно? Реально звук, который издает игла, дотрагиваясь до латекса, громче, чем звук самого аппарата. Вибрации в руке нету абсолютно. То есть, в принципе, сейчас я чуть подниму скорость. Я еще пока не встречала аппарата, который на такой тихой, как будто бы медленной скорости рисует вообще все. И волоски, и растушевки, и черные плотные стрелки. Я уже попробовала все. Иглы разного размера. Естественно, здесь у меня сейчас одна из самых тонких. По-моему, 0,3 игла. Ну, естественно, и пучки, и все-все-все. И, наверное, я, кстати, на ней готова попробовать пучки, потому что пучки я избегала. На тонких вот таких вот аппаратах, обычных, перманентных, у них не хватало силы, чтобы проколоть пучком достаточно хорошо кожу. А вот на аппаратах типа Шаена, и так неудобно. Еще и плюс, если пучком работает на лице, это, на мой взгляд, как-то слишком неудобно и травматично. А на этом я обязательно попробую. Стоит этот аппарат в Америке тысячу двести, короче, тысячу триста где-то долларов. Ничего не скажу насчет гарантии. Я повторюсь, я не продаю. Не пишите, пожалуйста, мне, как купить, сколько стоит, и где ваш магазин, чтобы заказать. Обращайтесь напрямую к дилерам. В данный момент я точно никак не связана с этими аппаратами. В описании к этому видео я обязательно оставлю ссылку на сайт и на инстаграм производителей этого аппарата. Поэтому все вопросы к ним. Есть ли гарантия, какая она, это тоже к ним. Я надеюсь, что, может быть, в описании к этому видео они отметятся и напишут тоже. Для России цена аппарата в районе 100 тысяч рублей. Это такой, это как бы средний ценовой сегмент, потому что, допустим, вот этот аппарат, он стоит в районе там 40 плюс-минус, плюс еще надо купить блок питания к нему, педаль и еще какой-то переходник там к нему нужен. То есть в итоге где-то тысяч, наверное, в 60-65 выйдет этот аппарат. Но из них двух я бы выбрала в данный момент вот этот, чтобы им работать. Как долго он работать будет, я не знаю. У меня нет опыта использования его годами, но общаясь с мастерами, которые работают, уже больше года и не ломался пока. Общалась с мастерами, при работе на высоком вольтаже где-то 9 и выше в течение полугода эта машинка сгорела. Ее рабочая мощность, это скорость на критикале не выше пяти с половиной. То есть она и тихая, и работает, и кладет отлично. Как бы смысла разгонять ее сильнее нет. Огромный плюс этих аппаратов, я, кстати, боялась, что они работают только на каких-то вот родных модулях, это то, что они также работают на всех, на абсолютно любых, в том числе на моих любимых квадронах, на которых я работаю уже очень долго и ими тоже очень довольна. Рекомендую ли я его начинающих мастерам? Конечно, да, если бюджет вам позволяет. То есть с ней вам работать сразу, вы стартанете проще и легче, чем допустим вот с такой, который не очень удобно держать в руке. То есть учиться ей гораздо проще. Если бюджет не позволяет, вы, конечно, можете искать какие-то аналоги, их очень много, можно даже за копейки, тысячи за три найти аппарат, но разницу вы поймете, в принципе, со временем, когда сможете сравнить то, что вы делали, как вы это делали. Потому что я хоть и считаю, что основная проблема в руках мастера, но аппарат тоже имеет огромное значение. На что влияет аппарат? На то, как быстро устает ваша рука. До судороги иногда устает, когда аппарат неудобен в использовании. Как быстро укладывает она пигмент, потому что в момент прокола некоторые аппараты не имеют достаточно мощности, чтобы кожу прям действительно проколоть. И они ее просто как бы царапают, повреждают. То есть у вас сукровица, кровь иногда, пигментов кожи все нет и нет. И, конечно, в этом доля вины аппарата есть. Хочу сказать спасибо производителям, которые прислали мне на тест этот аппарат. Он мне очень понравился. Хочу сказать другим производителям, вы тоже можете присылать. Я с удовольствием сделаю обзор, но имейте в виду, что он будет честным. Если мне аппарат не понравится или он не будет, по моим ощущениям, иметь вот этот баланс между ценой и удобством и качеством в работе, я, конечно, об этом обязательно скажу. Надеюсь, вам этот обзор был полезен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok